здорово народ и сегодня у нас будет не совсем адская кухня это будет специальный новогодний выпуск пусть будет называться зимний к к нашим зимним наслаждениям мы решили сделать такой рецептик яблочко с корицей да и выходит очень интересно сейчас мы рассмотрим подробный рецепт там есть некоторые интересные аромы до которые мы обещали рассказать они как раз в этом рецепте будут основа здесь это у нас яблоки мы использовали два ароматизатора это коповская double apple всем известный и также ароматизатор новенький который мы еще никогда не используем ну если только в совсем далекие времена да это экзотик яблочный сок и если про капеллу уже все сказано давным-давно то яблочный сок это достаточно интересный ароматизатор он на самом деле является некой совокупностью всех яблок какие только мне кажется можно найти и отдает как раз такой сочностью которая свойственно соку также хочу отметить что ароматизатора от экзотик они не сильно концентрированы и если мы с виталием привыкли делать что-то в количестве один два три процента то здесь мы использовали целых пять процентов экзотика и я думаю это не предел дальше идет очень интересная аромка которую вы вряд ли достанете я говорю сразу это штокмайер пряный имбирь если вдруг вам посчастливится где-то это найти то используйте но если у вас ее нет и скорее всего у вас ее нет да то просто забудьте просто не добавляйте это в микс потому что ну заменить этот ароматизатор нечем вообще совсем ни у какого другого производителя поэтому если вдруг найдете используйте в этом миксе если нету значит нет что конкретно этот пряный имбирь здесь делает он раскрывает яблоки в количестве 0 2 процента он фактически ну не чувствуется и дает очень хорошую пряность которая вместе с корицей которую мы рассмотрим чуть позже очень хорошо раскрывается и здесь ну слов больше нету получается очень вкусно они очень хорошо ложатся друг на друга а флэвер артовская корица безусловно у нас здесь яблоко с корицей все по новогодним и в принципе мы опирались на сок не помню чего производители который как раз был такого вкуса это яблоко с корицей был очень вкусно мне очень нравилось и поэтому я решил что это как раз вот по новогоднему будет итак флэвер артовская корица если вы вспомните перевод там рассматривалась тпшная корица и сахарно-коричные булочки что-то такое да но чистой корицы от флэвер арта там не было вейн ее не рассматривал поэтому я скажу так флэвер артовская корица конечно лучше она не такая жуткая и она очень хорошо пойдет чтобы подчеркнуть ноты корицы и не добавлять никакой выпеченности если она здесь не нужна поэтому мы используем именно флэвер артов из не основных вкусов у нас осталось два и сейчас мы поговорим о гранате от флэвер арта и так гранат от флэвер арта делает жидкость более вяжущей и также добавляет кислинку это нужно здесь непосредственно для сохранения такого сахарно-кислотного баланса чтобы не было очень сладко поскольку в дальнейшем мы используем супер свит и последний ингредиент это ванила таики а это в принципе достаточно натуральный ароматизатор он более такой цветочный и он используется на мой взгляд лучше в каких-то напитках нежели выпечка в выпечках используют лучше классическую ваниль либо какую-то другую это же как раз вот с этими цветочными нотами хорошо заходит в напитки в принципе все пока вы смотрите рецепт и как обычно скажу про донат чтобы я мог подарить виталию подарок виталий мог подарить мне подарок вот мы так вот донат спишем и друг другу подарим подарок доната да простите за тавтологию насчет подарка ну в общем хватит про донат традиционно говорю что все ароматизаторы можно достать магазине парамаг конкретно эти ароматизаторы там сейчас есть поэтому спешите пока новый год еще в силе и не забывайте про скидку в пять процентов от нас а на этом все спасибо за просмотр пишите в комментариях свое мнение о данном рецепте густовом и вкусом и без передоза пока а Субтитры создавал DimaTorzok